Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Накопить на мечту в стране продолжается трудовой семестр. Этот опыт, он незаменимый. Где работают бобруйчане? Слово не воробей. Преподавателю Могилевского вуза предъявлено обвинение за разжигание вражды. Следователями допрошенные родственники проведены осмотры и обыски по месту жительства. Где нашли доказательства? Трюки победы. В Бобруйске прошли республиканские BMX соревнования. Потенциал на самом деле огромен. Кто будет бороться в гранд-финале? А также республиканский каравай, витаминный бум и добро пожаловать. В пятницу стартуют вторые игры стран СНГ, где пройдут соревнования. 6% площадей в день. Такие темпы уборки поставил аграриям глава государства во время инспекции Гродненской области. В стране уже убрана треть площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и прусса. Брестский регион приближается к половине, а Витебский только перешагнул 15%. По республике намолочено больше 2 миллионов тонн. В ходе инспекции области Александр Лукашенко осмотрел молочно-товарный комплекс на 5000 голов. По словам главы государства, в стране немало хозяйств, где падеж молодняка на неприемлемом уровне. Решение проблемы есть. Должно отношение быть к новорожденному теленочку, особенно теленку, да и поросенку, как ребенку. Это главный вывод. И я больше ни с тобой, ни с будущим министром и прочим губернаторами разговаривать не буду. Вообще не должно быть падежа этого. Поэтому те, кто не умеют содержать телят после рождения до месяца, оттуда надо забирать. Ну не надо крестьян обижать, надо заплатить им. Он заплатит. И это будет лучше. Гороховый суп, пюре с котлетой, огурцы, чай с булочкой. На поле глава государства попал аккурат к обеду. Комбайнеры пригласили президента присоединиться к ним. В поле президент также посмотрел, как работает новая модель зерноуборочных комбайнов GS2124, которая создавалась для того, чтобы заменить импортную технику. Механизаторы положительно оценили новинку и в плане производительности, и в плане оснащения кабины. Яблоко раздора. Эксозаведующие кафедры одного из вузов Могилева предъявлено обвинение за разжигание вражды. В марте-апреле 2022 женщина распространяла в интернете публикации, где негативно высказывалась по отношению к белорусам и русским военнослужащим. 47-летняя местная жительница призывала к насильственным действиям и причинениям вреда. Следователями допрошенной родственники проведены осмотры и обыски по месту жительства. Назначен ряд экспертиз. Изъята компьютерная техника и мобильное устройство, из которых извлечена и проанализирована имеющаяся информация. К материалам дела приобщены заключения экспертиз. Санкции прокурора женщина находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Поддержка от государства, школа на носу и становись крайним будешь. На границах снова пробки. Как выбрать оптимальный маршрут? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. 191 миллион рублей господдержки получил малый и средний бизнес за полгода. Дотациями воспользовались свыше 600 субъектов. Основные виды деятельности – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, здравоохранение. Объем ресурсов распределился между займом, лизингом и льготными кредитами. Литебская и Могилевская области лидируют в количестве реализованных проектов. От 98 рублей на ориентировочная стоимость школьной формы подсчитал Март. На полный комплект придется выложить около 300. В ассортименте более миллиона швейных изделий и тысячи канцелярских принадлежностей. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла примерно на 10%. Ценовые надбавки на многие виды одежды и обуви ограничены. Потолок от 35 до 55%. Ряд магазинов предлагает товары в кредит или рассрочку. На 236 миллионов рублей организации потреб кооперации закупили овощей и ягод. Более 65%, а это 152 миллиона, выплатили населению. Участвуют приемы заготовительные пункты, магазины в сельской местности, фермеры. Продукция реализуется через торговые сети и общепит. К слову, в республике 108 рынков, 9 из которых в крупных городах и областных центрах. На въезд в Евросоюз снова заторы. Больше всего грузовиков перед литовским «Меденинкай» и «Каменный лог». Здесь въезды ожидают более 100 машин. За сутки пройти через литовскую сторону смогли 27% от нормы. Не лучшая ситуация в Шальченинкай и Бенеконе. Выехать в сторону Польши тоже проблема. Зафиксировано скопление и легковых авто. Каникулы с пользой. В стране продолжается трудовой семестр. В 2023 студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 38 тысяч. Бобручане облагораживают территорию города, работают в загородном лагере и на республиканских предприятиях. Елизавета Липеева приобщилась к делу. Анастасия Ковалева в студотряде уже не первый раз. Девушка получает образование воспитателя в колледже Ларина. Во время летних каникул приезжает в загородный лагерь ради бесценного опыта, который точно пригодится в будущем. Для нее работа с детьми только в радость. Мне нравится здесь работать. Здесь очень хороший коллектив. Все отзывчивые, что администрация, что воспитатели старшие по отрядам. Они всегда помогают, дают какие-то подсказки. Это будет атмосфера. Ты сам как будто попадаешь в детство и снова переживаешь все эти эмоции. Ты вместе с ними участвуешь в играх, вместе с ними принимаешь участие в концертных программах, готовишь творческие номера. Переживаешь за этих детей, не становишься такими родными. А потом уже в дальнейшем, когда возвращаешься в город, уже на учебу обратно, многие дети тебя узнают. Это такое приятное ощущение. В мечте трудится и так называемая сервисная команда. 12 ребят ежедневно у раздаточной. Разливают компоты, супы, нарезают хлеб, овощи, накрывают на стол. Работа несложная, но ответственная. Обслужить нужно 30 отрядов, а это 569 человек. В свободное время с ребятами мы можем участвовать вместе с отрядами, играть в игру в футбол или еще чем-то заниматься, ходить на дискотеки. Можем заниматься своими делами, книги читать. Первые деньги зарабатывают и учащиеся медицинского колледжа. В онкодиспансере будущие специалисты разносят документы, помогают в лаборатории, занимаются уборкой помещений, ухаживают за пациентами. Все под чутким руководством опытного персонала. Работая в студенческом отряде, ребята получают азы будущей профессии. Наш медицинский персонал всячески помогает им в этом, для того, чтобы из ребят получились хорошие специалисты в будущем. Я считаю, что этот опыт незаменим и он достаточно очень хорошо мне пригодится в дальнейшем. Эта молодежь летним тусовкам предпочитает труд. 30 учащихся наводят лоск, высаживают петуни, хлорофитум и бегони и занимаются прополкой. Плюсов не счесть. Опыт благоустройства города, собственные средства. Также на базе 31-й школы, где недавно модернизировали тепловую сеть, ребята разравнивают дворовую территорию. В этом году ребята в обручании, бойцы студенческих отрядов, работают на республиканских предприятиях, таких как атомная электростанция в Гродно. Они работают там электриками, потом в Минске, МАЗ, автозавод и в буйничах на строительстве. От соблюдения техники безопасности до своевременной оплаты труда. БРСМ поддерживает ребят на протяжении всего сезона. Приятный бонус – из зарплаты не вычитается подоходный налог. В 2023-м студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 38 тысяч. По итогам 2022-го средний заработок – почти 500 рублей. Елизавета Липиева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Укажи мне путь. С начала года в лесах Беларуси потерялось 75 человек, 10 из них – дети. В горячий ягодный и грибной сезон спасательные операции проходят особенно часто. Только за последние сутки в массивах нашли двух пенсионеров. Одному понадобилась госпитализация. Пожилой женщине в Могилевской области несказанно повезло. Ее отыскали меньше, чем за час. Зачастую граждане пренебрегают подготовкой, забывая об элементарных правилах безопасности. С собой необходимо взять полностью заряженный мобильный телефон, бутылку воды и необходимые медикаменты. В случае, если вы почувствовали, что потерялись, необходимо незамедлительно позвонить спасателям по номеру 101 или 112. GPS-трекеры, радары, квадрокоптеры. При необходимости на помощь спасатели привлекают местное лесничество, волонтеров, правоохранителей. Лесами покрыто более 40% нашей страны. Поиски человека могут продолжаться вплоть до недели. Чаще всего они заканчиваются успешно. В 2022-м было спасено более сотни заблудившихся. Жажда экстрима. В Бобруйске прошли республиканские BMX-соревнования. В скейт-парке собрались 15 любителей BMX-фристайла. Самому младшему 6 лет. Банихоп и Ньюскул Хукап. Спортсмены показали все, на что гораздо. Трюки на специальном велосипеде плюс площадка с шестью фигурами. Сложность, креативность, чистота – главный критерий конкурса. В подарок зрителям – мастер-класс. Потенциал на самом деле огромен. Ребята, которые катаются по три года, они показывают очень весьма такой мировой уровень. Особенность такого байка в наличии только одной передачи и отсутствии подвески. Двухколесный технологичен и оснащен пегами, дополнительной опорой для ног. Довольно часто видел видеоролики в интернете с данным видом спорта. И появилась как бы инициатива заниматься этим делом. Это приносит мне огромное удовлетворение, потому что я радуюсь своим новым достижениям. К тому же новому трюку. Просто большие эмоции. Победитель соревнований поедет в Ставрополь на шестой сезон международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Карда». В гранд-финале за звание лучшего будут бороться представители 40 стран. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова